Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, опять не могу удержаться, надо прокомментировать. Пришел момент истины. Правда всплыла наверх, как... Сами понимаете. Есть такие, которых мы комментируем все время, хорошие русские мы их называем. Хорошие русские. Все хорошо. Против Путина они, да. За демократию придут. Они к власти, все будет совершенно по-другому. Есть еще такие же хорошие американские. Да, вот я часто их упоминаю. Там полковник МакГрегор, полковник Дэвис. И вот я два года тому назад сделал программу про такого бывшего майора. И это хорошо, что они даже в этом видео подписали, что бывший майор морской пехоты. Напомню, что бывших воинов морской пехоты не бывает. Once a Marine, always a Marine. Всегда ты морской пехотинец. Но вот в этом случае это правда. Это бывший майор морской пехоты Скотт Риттер. А Скотт, он и в Африке Скотт, понимаете? Вот Скотт. И никак иначе назвать нельзя. Скотт Риттер. Я сделал про него программу два года тому назад. Два года тому назад. И вот ссылочку, наверное, оставлю внизу, если кто хочет посмотреть. Я рассказывал вкратце про него, что я оказался на службе в очень престижной организации, в которой было попасть очень сложно. Это по инспекциям оружия массового уничтожения, где до этого служил вот этот майор Скотт. И о нем было... Я думал сначала, что это придумывают же, какая-то легенду рассказывают. Ну не мог морской пехотинец таким быть. Еще майор. А оказывается, нет. Это оказалось правдой. Он, значит, писал отчеты. Сначала, что в русский это все они там КГБшники. Он окружен КГБшник. Его стол пропитан подслушивающимися аппаратами. За ним они следят. Он в туалет сходить не может. Он везде КГБ. Везде, кругом. Пока русские не поняли его хобби. А хобби оказалось молодые девочки. Ну у нас у всех хобби молодые девочки. Но это не морской пехотинец, если у тебя такого хобби нету. Но это молодые девочки. А это молодые дети девочки. Совсем молоденькие. Дети. Педофилия. И прислали ему, конечно, переводчицу. Которая закончила такой престижный учебное заведение, как институт или университет международных отношений Патриция Любумбы. Любумбы. Что-то вроде этого. Короче, там учили террористов всех мастей. Подготовили для Африки, для арабских стран и так далее. И вот эта молоденькая переводчица ему была необходима. Которая выглядела лет на 13. И вдруг его доклады изменились. Изменились резко. Вдруг русские стали друзьями. И ничего такого плохого они не делали. Ну и, конечно же, его вызвали обратно. И долго он в этой морской пехоте не удержался. Ну и, конечно же, оказалась эта молоденькая студенточка его женой. Ему пришлось покинуть морскую пехоту. Он оказался на работе в очень престижной организации еще одной. Называется «Объединенные нации». Он как инспектор по оружию массового уничтожения. И тоже сначала у него были иракции у них. Ядерное оружие, химическое, биологическое. Все он говорит. Потом резко изменил. И сказал, что нет. Это мы не правы. Соединенные Штаты не правы. Мы начали войну неправильно, зря. И вот эти вот... Теперь он очень такой желанный гость в России. По-моему, он уже живет в России. Он переехал туда. У него... Он на индусских каналах, на американских многих каналах. Как и Макгрегор, как и Дэвис. Они себя выдают. Ну, как и хорошие русские, вот эти хорошие американские. Выдают там себя за республиканцев. За семейные ценности, христианские ценности. И, ну, он... У них много просмотров. Никто против них ничего не говорит. Противовеса нет. Ни в Украине, ни в Соединенных Штатах Америки. Они пользуются популярностью. Вот этот Скотт тоже популярностью. Кстати, если вы посмотрите эту программу мою, которую я создал. Там отзывы. Отзывов тысячи. И все это боты. На кого ты посмел сказать? Он настоящий офицер. Ты штабная крыса. Ла-ла-ла. Тра-ля-ля. Ну, вы увидите. Налет такой, что затронул святое. А это святое теперь и желанный гость. Где? В России. А не только в России. Он еще, можно сказать, брат. И кум. Кадырова. Рамзана Ахмадовича. Вот где он желанный гость. И, конечно же, он везде передает. И доносит, что Украина не права. Украина террористическое государство. Украина проиграла. Россия выигрывает. Путин прав. Путин единственный, как он называет, взрослый политик. Все остальные это выдребедень. И вот Россия победит. И Россия права. Россия, Россия, Россия. Ну и живет же он там, видимо, со своей вот этой женой. Ну и, казалось бы, ну и что? Ну вот, все. Все встало на свои места. То, о чем мы с вами все время говорим. И только Россия. Теперь у нас и Израиль. Это террористическая криминальная страна, которая просто тупо убивает всех. Бывает детей, женщин, всех. Это террористическая страна. Все, заговорил про Израиль. Как так? Причем тут он и Израиль? Он к Израилю какое отношение имеет? Никакого. Никакого. Но, видимо, время заговорить. То есть, ноги растут из одного и того же места. Понимаете? Украина, Израиль, Россия, Иран. Все сходится. Скотт, он и в Африке скотт. Но просмотров у него много. Люди его смотрят. А, забыл одну вещь сказать. Он у нас немножко педофил. Его два раза полицейские поймали за склонение малолетних к сожительству, как говорится. И отсидел он три года. Видимо, ему влепили пять, а отсидел он три. Опять же, присяжные заседатели. Не я решал. Не я. Полицейские его поймали два раза на этом. А не один раз. Так что он у нас немножко педофил. О чем, видимо, россияне знали задолго до того, как об этом узнали мы в Соединенных Штатах Америки. Ну что ж, в семье не без урода. Вот и у нас есть тоже хорошие американские. Но держим строй, и все будет хорошо. Капитан Юра, over and out.